Здравствуйте, мы студентки 2-го курса 6-й группы лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Разумовского. Мы подготовили работу на тему «Влияние свинца на сердечно-сосудистую систему человека». Свинец сопровождает человеческую цивилизацию с самого начала ее существования. В биологии и медицине свинец уже давно считается высокотоксичным веществом, которое обладает способностью проникать в организм человека и накапливаться в нем, оказывая политропное действие. Свинец числится в списке приоритетных загрязнителей по данным ВОЗ и УНЭП. При свинцовой интоксикации поражаются в первую очередь центральные нервные системы, органы желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистая система и органы кроветворения. Свинец оказывает непосредственное влияние на эритроциты, нарушая морфофункциональные структуры бластов и зрелых форм, снижая жизнеспособность клета крови и ускоряет их гибель, что в последующем вызывает активацию эритропоэза. Кроме этого, свинец негативно влияет на процесс свертывания крови, удлиняя протрамбиновое время. В данной работе будут упомянуты два исследования, одно из которых нацелено на изучение влияния ионов свинца в составе с анионными компонентами, нитратов и ацетатов на перекисную устойчивость эритроцитов, а второе включает в себя экспериментальные исследования инвитера, влияние солей тяжелых металлов на плазму крови человека и на его компоненты. Более подробно рассмотрим первый опыт. В данном опыте материалы и методы включают оптическую плотность пробы, перекисную устойчивость эритроцитов, анионные компоненты нитратов и уксусной кислоты, фотоэлектрокалориметр при длине волны 536 нм, а также расчеты с учетом разбавления суспензии эритроцитов. В ходе проведенных экспериментальных исследований были получены данные, анализ которых позволяет констатировать, что присутствие в образцах нитрата свинца приводит к увеличению степени гемолиза эритроцитов. Однако ацетат свинца в сравнении с контрольным образцом имеет тенденцию к понижению числа гемолизированных клеток, о чем свидетельствует диаграмма, представленная на рисунке 2. Здесь вы можете наблюдать данную диаграмму. Анализируя данные, отображенные на рисунках 1 и 2, мы пришли к выводу, что показатели оптической плотности и степени гемолиза А образцов, подверженных воздействию стата свинца, имеют обратную коррекционную зависимость. Таким образом, оптическая плотность исследуемого образца снижается, а степень гемолиза, отражающая количество клеток, подвергшихся к гемолизу, повышается. В результате проведенного исследования влияние ионов свинца в составе с анионами нитрата и ацетата на перекисную устойчивость эритроцитов было выяснено, что ионы свинца в комплексе с нитрат анионом усиливают гемолиз эритроцитов, а свинец с анионом снижают эритроцитальный гемолиз. Теперь более подробно рассмотрим второй опыт. Известно, что одной из наиболее чувствительных к действию тяжелых металлов является многокомпетентная система регуляции агрегатного состояния крови, представляющая собой совокупность функционально-мархологических и биохимических механизмов, обеспечивающих гемостаз и поддерживающих жидкое состояние крови в сосудах. Данная литература свидетельствует о прямом влиянии тяжелых металлов на тромбоцитарно-сосудистый и коагуляционный гемостаз, противосвертывающую и фибринолитическую системы, а также об их способности вызывать изменения в системе регуляции агрегатного состояния крови. Результаты проведенных коаглометрических тестов свидетельствуют о наличии гиппокоагуляционных изменений, которые происходили под влиянием солей тяжелых металлов, а именно удлинение протромбинового и тромбинового времени, а также рост активированного частичного тромбопластинового времени. Наиболее существенное изменение показателей, характеризующих смертываемость крови, вызвал ацетат свинца. Выявленные нарушения характеризовались удлинением протромбинового времени относительно контроля за максимальной концентрацией раствора соли в инкубационной среде. Здесь вы можете наблюдать данные показатели. Наиболее существенные конформационные изменения исследуемых белков вызвал ацетат свинца, а именно произошло увеличение оптической густоты растворов и бриногена при действии максимальной концентрации соли свинца в инкубационной среде. Это составило 66,74%. Здесь также можно это наблюдать. Влияние соединения тяжелых металлов на коагулометрические характеристики плазмы крови человека при исследовании в условиях инвитра характеризовалось как гипокоагуляционной. Соли тяжелых металлов инвитра вызвали существенные конформационные изменения белков в системе свертывания крови, тромбопластина, фибриногена и тромбина. Появленные гипокоагуляционные изменения плазмы крови обусловлены влиянием тяжелых металлов на структуру и активность белков, участвующих в процессе свертывания крови. Заключение. Представленные выше материалы свидетельствуют о том, что свинец оказывает токсическое действие на многие системы организма человека, включаясь в сердечно-сосудистую. Данный металл влияет на жизнеспособность лета крови, меняет их структуру, разрушает. Кроме того, вследствие развития процессов гипо- и гиперкоагуляции при свинцовой интоксикации возникают очаги латентного внутрисосудистого свертывания крови, что приводит к дальнейшему сужению просвета капилляров и их полной окклюзии. Спасибо за внимание.